всем привет ребята меня зовут богатейший ди и добро пожаловать в новое видео биткоин и криптовалюта чувствует себя неплохо в начале этой недели но есть два главных события которые произойдут на этой неделе и за которыми я буду обязательно следить и тебе стоит тоже если ты холдер биткоина что это за события давай узнаем сразу после того как ты поставишь лайки напишешь комментарий в поддержку канала давай наберем как обычно 3000 лайков на прошлых видео мы это сделали успешно и достаточно легко большое спасибо за поддержку и так первое событие главное крупнокалиберные компании собираются отчитываться о состоянии своих дел на этой неделе конечно же глаза всех инвесторов прикованы к ним прямо сейчас почему потому что если у этих крупнейших компаний мира будет все хорошо это даст большую надежду для рынка если же их дела будут мягко говоря не очень рынке могут готовиться к худшему какие же компании на этой неделе повлияют на рынок это microsoft apple google amazon logitech coca-cola meta или facebook ford и так далее как мы видим на этой неделе самые топовые компании готовятся отчитываться о доходах и это точно повлияет на рынке в зависимости от результатов деятельности этих компаний рынок и выберет движение вверх или вниз второе событие это экономические данные и у нас будет целый список таких на этой неделе поверь мне это очень важные данные которые тоже повлияют на то в какую сторону будет двигаться рынок и если ты будешь следить за обновлениями этих данных ты сможешь прогнозировать следующее движение рынка мы получим данные об активности в секторе услуг индексе деловой активности индикаторе потребительской уверенности также узнаем новые данные о продаже новых домов изменения ввп сша за третий квартал и самое главное инфляционные данные и данные о безработице на самом деле здесь есть подвох многие думают что негативные данные про экономику на этой неделе могут обвалить рынке но падение спроса на новые дома в сша может наоборот привести к падению cpi на самом деле и если цены на недвижимость и цены на аренду немного упадут из-за падения спроса то cpi частью которого эти цены и являются тоже может упасть вниз а значит инфляционные данные могут быть немного ниже ожидаемых что конечно же приятно для рынка но есть также два самых главных экономических факта что выйдут на этой неделе первый из них это ввп сша за третий квартал в четверг и второй из них это core cpi индекс в пятницу это очень важные показатели и как мы помним в первом и втором кварталах ввп сша упал два раза подряд это техническая рецессия по определению мы уже в рецессии по факту несмотря на то что такие влиятельные люди как илон маск или джанет елен говорят о том что мы только возможно будем в рецессии в будущем технически мы уже в ней ведь рецессии это когда два квартала подряд ввп падает именно поэтому новое обновление по ввп на этой неделе будет таким важным и это произойдет уже в четверг это очень очень важно подчеркиваю если ввп будет падать третий квартал подряд рынкам это точно не понравится что касается индекса потребительских цен core cpi в прошлый раз мы увидели рост cpi но core cpi наоборот упал если что core cpi это индекс который не учитывает инфляцию продуктов питания и энергоносителей уже в эту пятницу мы увидим что изменилось с крайнего отчета стало ли лучше и если стало то рынке обязательно отреагирует позитивно поэтому обязательно следи за этими показателями конечно же по итогу этой неделе фрс сша и джером пауэлл тоже сделают свои выводы совсем скоро нас ожидает новая встреча фрс и угадай что эта неделя и эти два события обязательно повлияют на решение на этой встрече уже на этой неделе мы сможем легко угадать что фрс сша будет делать дальше останется ли она такой же жесткой в плане роста процентных ставок или же станет более мягкой ведь если они станут более мягкими то рынки начнут расти и конечно же фрс продолжит повышать ставку но если сегодняшняя неделя и эти два больших события будут позитивными то повышение ставок станет намного ниже чем ожидает рынок и вот это уже заставит его расти и так два самых главных события что произойдут на этой неделе и точно отобразятся на биткоине это доходы крупных компаний и экономические данные такие как ввп и следи за ними и ты сможешь понять в какую сторону будет двигаться рынок дальше на этом все меня зовут богатеющий идеи если видео было полезным или интересным не забудь поставить лайк это очень помогает каналу а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента большое спасибо за твою поддержку и увидимся в новых видео до скорого а